новой системе налогообложения давайте я начну да как вы многие знаете автоматизированная упрощенная система налогообложения стартовал у нас 1 июля 2022 года текущего года в республике патарстан наряду с москвой московской калужскими областями но можно сказать что нам с вами повезло что мы участвуем в эксперименте и можем первыми но как бы посмотреть все преимущества этого режима налогообложения и может быть какие то есть и как бы недостатки у этого режима если таковые есть то в принципе вы тоже можете выйти с предложениями о внесении изменений закон закон был принят еще 25 февраля 2022 года текущего года за номером 17 фз и вот на слайде вы видите кто сможет применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения это организации и индивидуальные предприниматели у которых доходы не превышает 60 миллионов рублей в год и у которых значит средняя численность наемных работников за налоговый период аналоговый период по автоматизированную упрощенной системе налогообложения календарный месяц и вот за месяц количество работников должно быть больше 5 человек коллеги я прошу прощения говорят слайдов не видно так сейчас посмотрю что пишет у нас слайды как-то секунды нас люди такие слайды красивые а мы вам не можем показать так 3 секунды сейчас зайдем еще раз сейчас еще раз поделюсь экраном может быть потому что он пересаживаем светил экран и секунды поделиться теперь находим слайды вот так я надеюсь слайды наши видно ну в общем как я сказала уже да вот могут применять организации индивидуальные предприниматели если доходы не более 60 миллионов рублей и средняя численность работников не более 5 человек что касается индивидуальных предпринимателей да то в эти 5 человек сам индивидуальный предприниматель не включается то есть 5 человек должно быть у него не более 5 человек именно работники и как я уже сказала это средняя численность работников да а что такое у нас с вами средняя численность работников это средняя списочная численность работающего персонала у вас в организации или у индивидуального предпринимателя также сюда включается средняя списочная численность работников которые выполняют работы по договорам гражданство правового характера и средняя численность внешних совместителей женщины находящиеся в отпусках по беременности и родом по уходу за ребенком при расчете средней численности не включаются также не включается в эти 5 человек и самозанятые которые оказывают услуги или выполняют работы реализуют товары в адрес организации или индивидуального предпринимателя которые перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения в общем средняя численность работников считается исходя как бы из той статистической отчетности которую вы сдаете в статистику то есть расчет производится на основании приказа Росстата какие еще условия да кто может применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения среди наемных работников не должно быть значит иностранных граждан заработная плата должна выплачиваться только в бездоличной форме и расчетные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках включенных в перечень федеральной налоговой службы еще автоматизированную упрощенную систему нельзя совмещать с иными режимами налогообложения то есть одновременно применять АУСН и другие режимы налогообложения нельзя но это и понятно да потому что при автоматизированной упрощенной системе налогообложения расчет налога производится автоматически на основании выписок по расчетным счетам от банков и соответственно делить как бы какой какие доходы относятся к АУСН какие доходы например там другому режиму налогообложения это невозможно и поэтому как бы одним из исключений ну одним из наоборот условий применения АУСН является что АУСН применяется только как бы ну то есть как бы только автоматизированная упрощенная система и иные режимы например там патентная система вместе с АУСН применяться не должна основные преимущества автоматизированной упрощенной системы налогообложения это то что он бездекларационный все взаимодействие с налоговым органом осуществляется через личный кабинет налогоплательщика личный кабинет налогоплательщика может как бы быть как на сайте федеральной налоговой службы то есть вы пользуетесь или этим личным кабинетом который на сайте федеральной налоговой службы или же если вам удобно пользуйтесь личным кабинетом которые предлагают уполномоченные банки и вот как я уже сказала налог рассчитывается автоматически на основании данных которые передаются уполномоченными банками федеральной налоговой службы по операциям по счетам также на основании данных контрольно-кассовой техники еще есть возможность вносить изменения и налогоплательщикам самим через личный кабинет налогоплательщика также преимущество режима заключается в том что налогоплательщики АУСН не платят страховые износы но важно как бы да что сохраняются все социальные гарантии то есть заработников не уплачиваются страховые износы индивидуальный предприниматель не уплачивает за себя фиксированные платежи фонды но при этом у него будут идти и у него и у работников и индивидуального предпринимателя и организации будут идти пенсионные накопления также будет выплата больничных и возмещение из фонда социального страхования да и другие социальные гарантии переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения является добровольным как я уже сказала режим является бездекларационным и поэтому также одним из преимуществ этого режима то что не нужно отслеживать за изменением форм декларации да за изменением форматов документов не нужно представлять в налоговый орган декларации по налогу по автоматизированной упрощенной системе налогообложения не нужно сдавать расчет 6 НДФЛ справки о доходах и суммах налога физического лица расчет по страховым взносам также не подставляется в налоговый орган в пенсионный фонд не нужно представлять сведения о застрахованных лицах это отчет СЗВ-М сведения о страховом стаже застрахованных лиц это отчетный СЗВ-стаж фонд социального страхования не представляется форма 4 ФСС заявление о подтверждении и справка подтверждения основного вида экономической деятельности и заявление о регистрации в качестве страхователя физического лица тоже не представляется фонд социального страхования вот вы на экране видите у себя да какие отчеты отменяются еще дополнительно не ведется книга учета доходов и расходов то есть это тоже не нужно делать операции по доходам и расходам они я позднее остановлюсь будут вестись и отображаться в личном кабинете у налогоплательщик все будет сам следить и то есть как бы дополнительно заполнять вести как там на бумажных носителях вот книгу учета доходов и расходов не нужно данный бездекларационный налоговый режим он пока вот с 1 июля доступен только для вновь зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей для его применения через личный кабинет налогоплательщика или через личный кабинет уполномоченных банков направляется уведомление о переходе на автоматизированную упрощенную систему налогообложения уведомление необходимо подать в течение 30 дней с момента постановки на учет в налоговом органе и уже после подачи уведомления налогоплательщик считается перешедшим на автоматизированную упрощенную систему налогообложения но у нас зачастую когда регистрируются организации или индивидуальные предприниматели в налоговый орган подают сразу уведомление о переходе на УСН или же на переходе на едино-сосхозяйственный налог ну зачастую вот такая практика она как бы существует но вдруг если например вы подали такое уведомление на УСН но у вас еще есть 30 дней как бы на раздумье и вы решите перейти уже на автоматизированную упрощенную систему налогообложения не расстраивайтесь в этом случае можно будет в течение 30 дней как раз таки поменять режим если вы сразу при регистрации организации или ИП подали уведомление о переходе на УСН то вот как раз в течение 30 дней у вас есть еще возможность подать уведомление на УСН для этого в личном кабинете предусмотрен знаете вот такая возможность что вы можете отказаться от применения УСН через личный кабинет налогоплательщика или через личный кабинет банков выбирайте автоматизированную упрощенную систему налогообложения и как раз вот в личном кабинете у вас налогоплательщика можно будет проставить признак уведомляю об отзыве ранее представленного уведомления о переходе на применение УСН и СХН с дата регистрации и в этом случае ранее представленное уведомление вами о переходе на УСН или СХН он подлежит аннулированию то есть получается вот в течение 30 дней у вас есть возможность подумать на какой режим ну вы можете перейти какой режим вам более удобен и при выборе режима вы же еще выбираете объект налогообложения также что по УСН что по АУСН это доходы или доходы минус расходы в принципе вот такая возможность поменять и режим объект налогообложения тоже есть вот я говорю про 30 дней которые есть на подачу уведомлений о переходе на УСН вот в этом случае если вы даже ранее подали уведомление о переходе на УСН можно будет поменять режим для всех остальных налогоплательщиков которые уже как бы существуют которые были зарегистрированы до 1 июля 2022 года новый режим автоматизированной упрощенной системы налогообложений будет доступен с 1 января 2023 года для этого также подается уведомление о переходе на УСН срок подачи уведомления не позднее 31 декабря текущего года то есть можно в принципе подавать и сейчас уже такие уведомления также подается уведомление через личный кабинет то есть все в электронной форме через личные кабинеты или у полномоченных банков если у вас уже расчетные счета именно у полномоченных банков и если вот с 1 января 2023 года планируют перейти на УСН налогоплательщик который в настоящее время применяет упрощенную систему налогообложений или же единый сельскохозяйственный налог то также в личном кабинете ему предлагается проставить признак отказа от применения УСН или ЕСХН с даты начала применения АУСН то есть с 1 января 2023 года соответственно вы отказываетесь от УСН или ЕСХН переходите на АУСН и вот в личном кабинете для этого обязательно необходимо проставить галочку и в этом случае уже уведомление об отказе от применения УСН или об отказе от применения ЕСХН это у нас формы с вами 26.2-3 и 26.1-3 если у нас налогоплательщики отказываются в обычном порядке от УСН или ЕСХН они должны подать уведомления по этим формам и направить эти уведомления в налоговый орган не позднее 15 января так вот если вы переходите на автоматизированную упрощенную систему налогообложения вы просто в личном кабинете проставляете галочку что вы отказываетесь от прежних режимов налогообложения от УСН или ЕСХН и в этом случае уже дополнительно подавать вам уведомления на бумаге в налоговый орган не нужно будет это тоже как бы такой важный момент и вот обобщая все сказанное вот на слайде видите что сделать бизнесу чтобы применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения если значит вы регистрируетесь или индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом то есть сначала как бы вопрос то есть нас могут применять только ИП и юрлица подаете значит уведомления то есть потом вы еще смотрите есть ли у вас личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя или юрлица если нет то необходимо завести эти личные кабинеты и подаете уведомления или через личный кабинет который вы на сайте ФНС как бы уже имеете да или же можно будет подать уведомления через уполномоченный банк через их личный кабинет и переходите на автоматизированную упрощенную систему налогообложения перейдя на АУСН налогоплательщик не вправе до окончания календарного года перейти на иной режим налогообложения то есть если вы переходите на АУСН до конца года обязаны будете применять АУСН но если не выполняете какое-то условие применения автоматизированную упрощенную систему налогообложения тогда вы теряете право применять АУСН то есть если например у вас там численность превысила 5 человек то есть как бы это вот если например этот режим вам не понравился то вам можно нанять шестого работника то в этом случае вы как бы слетаете с автоматизированной упрощенной системы налогообложения и можете выбрать иной режим налогообложения который считаете нужным для вас наиболее приемлемым но при этом когда теряете право применять АУСН необходимо направить уведомление в налоговый орган через личный кабинет не позднее 15 числа следующего месяца ну то есть как бы не позднее месяца следующего первого числа не позднее 15 числа месяца следующего за месяцем в котором у вас утрачено право если например утратили право предположим там в октябре месяце да то не позднее 15 ноября необходимо будет подать уведомление о том что вы потеряли право применять АУСН и если например выбрали иной режим налогообложения специальный налоговый режим АУСН или ЕСХН то в этом случае подаете еще уведомление о переходе на УСН или ЕСХН вот такое возможно так два объекта налогообложения у нас с вами при автоматизированной упрощенной системе налогообложения доходы или доходы минус расходы как я уже сказала что объект налогообложения тоже он как бы выбирается налогоплательщиком при подаче уведомления и до конца года он тоже остается неизменным объект налогообложения если вам не понравился тот или иной объект налогообложения доходы или доходы минус расходы вы можете его сменить только с начала следующего года подав соответствующие уведомления также через личный кабинет о смене объекта налогообложения не позднее 31 декабря то есть объект налогообложения можно менять ежегодно но просто вот помните что он в течение года остается неизменным новый режим могут применять только те организации и индивидуальные предприниматели которые зарегистрированы в субъектах в которых в настоящее время проводится эксперимент как я уже сказала это Республика Тарстан, Москва, Московская Калужской области но что касается индивидуальных предпринимателей если индивидуальный предприниматель зарегистрирован у нас на территории Республики Татарстан или в трех других субъектах Российской Федерации и осуществляет деятельность на территории других субъектов не включенных в эксперимент то в этом случае он также сможет применять АУСН то есть самый главный индивидуальный предприниматель должен быть прописан в тех регионах где проводится эксперимент а уж осуществлять деятельность он может где угодно что касается организации то такого положения для организации нет потому что организация если создает обособленные подразделения то есть осуществляет где-то деятельность за пределами субъекта то в данном случае организации должны зарегистрировать обособленные подразделения открывать а организация которые имеют обособленные подразделения или филиалы они не имеют права применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения и что хотела сказать еще да что автоматизирована упрощенная система налогообложения она в первую очередь Как бы выгодно для тех налогоплательщиков, которые в настоящее время применяют налог на профессиональный доход. Это самозанятые наши с вами. Вот если самозанятый решит расширить свой бизнес, если у него есть желание нанять работников, то в этом случае для него удобен режим именно автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Так как он у нас с вами привык работать в онлайн режиме с налоговым органом, в этом случае также не нужно сдавать налоговые декларации. И при этом еще физическое лицо, которое было на НПД, зарегистрировавшись индивидуальным предпринимателем, у него появляется еще и социальная гарантия. То есть если у него раньше не было пенсионных накоплений, то сейчас у него при применении АУСН будут также идти пенсионные накопления. Кроме того, у работников также будут идти пенсионные накопления и можно будет осуществлять выплаты больничных. Поэтому фондам социального страхования эти расходы будут возмещаться. Но что здесь хочется сказать, что прежде чем налогоплательщик, который применяет НПД, то есть самозанятый, ему необходимо прежде всего сняться с учета как плательщика НПД. То есть там у нас с вами приложение «Мой налог». Через приложение «Мой налог» ему необходимо сняться как плательщик НПД, только потом зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем и подать уведомление о переходе на АУСН. Иначе, если снятие с НПД будет позже, чем регистрация индивидуального предпринимателя, получится так, что одновременно индивидуальный предприниматель будет применять два режима налогообложения. А как я уже вам сказала, что два режима налогообложения совмещать АУСН с иными режимами нельзя. То есть подав уведомление о переходе на АУСН, индивидуальный предприниматель и организация тоже, в принципе, начинают применять АУСН с момента постановки на учет в налоговом органе. То есть как ИП он зарегистрируется. Например, раньше, чем снимется с учета через приложение «Мой налог» с НПД, и получится так, что с момента регистрации ИП до снятия в качестве плательщика НПД у него будут два режима налогообложения, если он подаст уведомление о переходе на АУСН. То есть машина такое и не позволит. И поэтому обратите внимание, что сначала снимаетесь с учета как НПД, потом только регистрируетесь в ИП и подаете уведомление о переходе на АУСН. Тогда будет все хорошо. А если будет по-другому, раньше регистрация ИП, потом снятие как плательщик НПД, тогда вы просто уже в этом году не сможете применять АУСН, а сможете только с нового года перейти на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Налог рассчитывается налоговым органом ежемесячно по автоматизированной упрощенной системе налогообложения, то есть налоговый период по АУСН – это календарный месяц, и уплата тоже ежемесячная. И вот вы видите на экране ставки по объекту налогообложения доходы 8%, доходы минус расходы 20%. И при применении объекта налогообложения доходы минус расходы есть сумма минимального налога, такое есть и по упрощенной системе налогообложения. Если сумма налога, рассчитанная с объекта дохода уменьшена на величину расходов, будет меньше, чем сумма минимального налога 3% с доходом, то налогоплательщик будет платить, и налог будет рассчитан исходя из 3% с доходом, и вот эту сумму налога нужно будет уплатить налогоплательщику. Минимальный налог 3%, но потом вот как бы в законе предусмотрен такой момент, что в последующем, когда уже будет налог рассчитываться исходя из дохода минус расходы, 20% ставка 20%, можно будет сумму налога уменьшить на сумму ранее уплаченного минимального налога. Для признания доходов и расходов используется кассовый метод, как и при упрощенной системе налогообложения. И важную роль при применении автоматизированной упрощенной системе налогообложения, конечно же, играют банки. То есть все тут, многое зависит тут еще и от банков тоже, да, вот у нас многие налогоплательщики, которые вот сейчас уже применяют автоматизированную упрощенную систему налогообложения, они пользуются личными кабинетами банков. К сожалению, да, бывают такие случаи, что не всегда еще пока срабатывает как бы система, да, вот есть какие-то сбои, но они сразу тут же решаются, устраняются. В личном кабинете вообще как бы есть возможность написать в техподдержку, если у вас есть какие-то, ну, проблемы, да, при введении, ну, при просмотре данных, то об этом необходимо сразу информировать на Федеральную налоговую службу. Кредитные организации, соответствующие требованиям, критериям Федеральной налоговой службы и соблюдающие порядок, которые установлены в протоколах информационной обмены с налоговыми органами в части автоматизированной упрощенной системы налогообложения, признаются уполномоченными банками, да, и реестр таких уполномоченных банков, он всегда есть на сайте Федеральной налоговой службы. На сегодняшний день там пока, ну, как и было, 7 банков. Это Мобильбанк, Сбербанк, Альфабанк, филиал Банка Открытия, Промсвязьбанк, Тинькофбанк и Банк ВТБ. И вот буквально на днях должны подключиться и наш Акварсбанк тоже, то есть будет 8-й банк. И для применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения налогоплательщики должны иметь расчетные счета только в этих уполномоченных банках. То есть нельзя, чтобы там один расчетный счет был, например, в этом банке уполномоченным, а другой какой-то невыполномоченный, такое не допускается. Только в уполномоченных банках могут быть расчетные счета, причем могут быть в разных банках, но уполномоченных обязательно. И как я уже говорила, все взаимодействие с федеральным налоговым органом происходит через личный кабинет. Данные о доходах и расходах, в том числе с разделением на облагаемые и не облагаемые, то есть учитываемые и не учитываемые доходы при определении объекта налогообложения будут отображаться в личном кабинете налогоплательщика. Параллельно, если вы работаете с личным кабинетом банка, то параллельно вся эта информация также будет отображаться и в личном кабинете, который у вас имеется на сайте Федеральной налоговой службы. И всю информацию вы можете проследить именно у себя в личном кабинете. И вот на слайде видите, что Федеральная налоговая служба будет рассчитывать, исходя из данных, проходит месяц, вся информация у вас есть в личном кабинете, о доходах и расходах, о налогооблагаемой базе. И вот не позднее 7 числа вы должны у себя проверить, правильно ли банк разместил операции, на основе которых будет рассчитываться налог. И вот вы видите, не позднее 7 числа, если вы с чем-то не согласны, должны будете произвести корректировку, и уже налоговый орган рассчитает сумму налога с учетом ваших корректировок. Если вам что-то там не понравилось, вы посчитали, что банк вам неправильно определил ваши доходы, как облагаемые они не облагаются, вы в принципе это все можете корректировать. И через личный кабинет, этот же личный кабинет, вы получаете не позднее 15 числа уведомление о сумме налога. Налоговый орган рассчитает сумму налога. И необходимо будет уплатить налог не позднее 25 числа, следующего за налоговым периодом. Вот эти вот все даты, 7, 15, 25, это все следующее за налоговым периодом. То есть месяц отработали. Вот эти вот все даты для себя оставьте в памяти, что с 7 числа вы должны все откорректировать, до 15-го получить сумму налога, какая у вас рассчитана сумма налога, и до 25-го числа заплатить. Но вот в настоящее время, да, и может такое еще тоже произойти, что налогоплательщик регистрируется в одном месяце, а уведомление подает в другом месяце, да, то есть такое тоже возможно, потому что на подачу уведомления о переходе на УСН есть 30 дней. В таком случае, вот у вас как бы за первый месяц, месяц регистрации, он включится в следующий месяц. То есть как бы налог первый вы получите только через два месяца, так скажем, да, если вот вы подали уведомление в следующем месяце, не одновременно там, ну, как бы, предположим, не одновременно с постановкой на учет в качестве индивидуального предпринимателя, или не в том же месяце, когда зарегистрировали организацию, то в этом случае вот этот вот первый месяц, сумма налога за первый месяц, она будет включена в уведомление за следующий налоговый период. Но это сделано для того, чтобы вы как раз-таки, ну, чтобы не были нарушены права налогоплательщика, чтобы налогоплательщик как раз-таки вот не упустил вот это вот седьмое число, чтобы он смог проверить, правильно ли вот считают ему сумму налога. Но даже если вы не успели, например, там в течение месяца все это отработать, да, то есть как бы если налогоплательщик никакие корректировки не внес до седьмого числа, считается, что он согласился с данными, которые у него в личном кабинете, налог ему посчитают, да, но даже если вот вы потом обнаружите какую ошибку, то в принципе корректировку можно будет и потом производить, то есть для этого есть вообще три года. Корректировку можно в течение трех лет проводить, и сумма налога уже в следующем месяце, просто уже до следующей периоды она пересчитается, корректируется на ту сумму, с которой вы не согласны. Так, уплата, оплата труда наемных работников, а также обязанность по исчислению и удержанию налога на доходы физических лиц можно также возложить на уполномоченную кредитную организацию. Для этого налогоплательщик должен будет сообщить в банк о данных физического лица, о доходах, которые получили физлица от организации или индивидуального предпринимателя, а также о стандартных и профессиональных вычетах. Ну, то есть как бы вы на выплату заработной платы, на уплату сумм налога можете уполномочить кредитную организацию. И получив такие сведения, кредитная организация обязана будет исчистить НДФЛ и сообщить о сумме НДФЛ вам обратно, да, налогоплательщику. И кредитная организация исчисляет НДФЛ по ставке 13%, то есть без учета выплаченных ранее доходов. Она, ну, как бы не выясняет, там, доход подлежит налогообложению 13% или там другая процентная ставка должна быть, да. То есть все это как бы проследит налоговый орган уже по окончании налогового периода. Если, предположим, сумма дохода работников будет превышать 5 миллионов рублей, то в этом случае перерасчет суммы НДФЛ будет произведен налоговым органом и непосредственно уведомление придет уже самому работнику, самому, как бы, налогоплательщику, ну, работнику, и он обязан будет заплатить НДФЛ уже, ну, вот как раз разницу в ставках, там, между 15 и 13% доплатить сам налогоплательщик, ну, то есть физическое лицо само, а не налоговый агент за него перечисляет этот НДФЛ. В принципе, если вы не уполномачиваете банк, кредитную организацию, да, то в этом случае можете и сами производить уплату НДФЛ, сами рассчитывать и сами производить уплату. Но в этом случае информацию о физических лицах, которые у вас работают, о суммах доходов, о сумме стандартных вычетов вы должны будете сообщить в налоговый орган, не позднее 5-го числа. Такая есть обязанность и у банков, и у вас тоже, для того, чтобы вот, чтобы Федеральная налоговая служба всю информацию о ваших работниках, о суммах их доходов направила в фонды, то есть пенсионный фонд и фонд социального страхования, чтобы вот они могли, эти фонды, рассчитать, как бы вот пенсионное накопление, да, вот и обеспечить какие-то социальные гарантии работникам вашим. Вот для тех организаций ИИП, для тех работников организации ИИП, которые перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Социальные и имущественные вычеты работники теперь не смогут получать через работодателя, то есть как бы те, кто, значит, работает у организаций ИИП, которые уплачивают автоматизированную упрощенную систему налогообложения, они не смогут, вот работники таких организаций, не смогут получать вычеты у работодателя. Такие вот работники должны будут подать декларацию 3НДФЛ в налоговый орган, то есть и вычеты получить, только подав декларацию, то есть у работников не будет возможности получить у работодателей, которые применяют АУСН, социальные вычеты. И, как я уже сказала, да, вот вся информация, которую, значит, вы выплачиваете работнику в разрезе каждого работника, необходимо направлять в Федеральную налоговую службу, то же самое делают и банки. Если вот у вас в личном кабинете нет, опять-таки, какой-то информации, то необходимо сообщить об этом вот в службу, да, в Федеральную налоговую службу, чтобы исправили все эти, как бы, ну, как сказать, если вы что-то вот не видите, какие-то ошибки возникают, об этом необходимо сообщать через, ну, сейчас я вам еще дальше покажу, какая там кнопочка. Для обеспечения пенсионных прав и прав на получение пособий по обязательному социальному страхованию из федерального бюджета фонды будут направляться денежные средства, да, то есть вот часть налога, которую вы уплачиваете по автоматизированной упрощенной системе налогообложения, часть налога будет уходить в бюджет субъекта, это 54%, а 46% будет уходить в федеральный бюджет, и как раз-таки фонды будут финансироваться из тех средств, которые направляются в федеральный бюджет. Так, что еще хотела, и вот сейчас вы видите на слайде переход на наш сайт, есть вот полная информация по автоматизированной упрощенной системе налогообложения у нас на сайте федеральной налоговой службы, вот видите, да, аусеналогов.ру, вся информация, если какие-то там вопросы, перечень банков, можете зайти вот по этой ссылке, и получить ответы на интересующие вас вопросы. И вот мы с вами сейчас перешли на, как бы непосредственно на экране вы видите личный кабинет налогоплательщиков, который на сайте федеральной налоговой службы. Что хотела еще сказать, да, вот сейчас реализована такая возможность, что можно получить справку о том, что организация или индивидуальный предприниматель применяет автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Видите, тут как бы можно сформировать две справки. Это справка о применении упрощенной системы налогообложения, а также справка о полученных доходах, о состоянии, справка о полученных доходах, они тоже можно сформировать, да. Также можно сформировать о состоянии расчетов по налогу, уплачиваемой в связи с применением автоматизированной упрощенной системы налогообложения. То есть здесь вот у нас как бы не вывели мы на экран, еще одну справку можно сформировать о состоянии расчетов. То есть о применении АУСН, справку о полученных доходах и еще справку о состоянии расчетов по налогу, если вам куда-то нужна эта справка. И все эти сформированные справки, они подписываются электронной подписью Федеральной налоговой службы. То есть документ будет действителен, иметь юридическое значение, да. Вот еще одно, как бы вы видите на слайде, вот личный кабинет. Это тут у нас с вами главная страница. Ну тут у нас нулевые обороты, да. Мы реально как бы действующего платильщика взяли, поэтому здесь у нас мы с вами все обнулили, чтобы ничего не было видно, да. Вот тут как бы будут доходы, расходы. Видите, у вас будет налог в уплате, все будет прослеживаться в личном кабинете. То есть вы можете все сами как бы вести контроль у себя в личном кабинете в онлайн-режиме. Вот мы говорим с вами, что налоговый период месяц, да, но вся информация, она отображается в онлайн-режиме. То есть если вы провели расчеты с поставщиками, там, да, или с покупателями сегодня, то уже на следующий день у вас в личном кабинете появляется информация о проведенных расчетах. И вот здесь вот, вот, если возникает это у нас с вами, не знаю, какая вкладка, да, но тоже как бы из личного кабинета, вот здесь у вас, видите, есть обратиться в техподдержку. Если возникают какие-то проблемы, обязательно об этом сообщайте. Даже вот можете мне звонить, мы вот, те, кто знает мой телефон, звонят, сообщают о проблемах, которые возникают при работе с личным кабинетом или не работают в личный кабинет банка. Мы сразу тут же выясняем, перезваниваем в Федеральную налоговую службу, сообщаем о неполадках и, в принципе, сразу как бы, ну, стараются устранить все неполадки. Так, ну, у меня все, вот то, что я хотела сказать. Давайте тогда мы с вами, как бы, перейдем к вопросам. Так. Сейчас, коллеги, мы откроем блок вопросов. Так, вы видите мой экран, да? Открываем вопросы и будем отвечать на вопросы. Вот я смотрю, продолжение вебинара уже появились. Давайте начнем с самого начала. Вера Бикер пишет. Подходит ли новая система налогообложения для работы на маркетплейсах? И возможно ли будет включать сумму комиссии по агентскому договору в расход? Да, я об этом не говорила, да, что вот этот режим новая, автоматизированная, упрощенная система налогообложения не смогут применять организации, индивидуальные предприниматели, которые работают по договорам комиссии, по агентским договорам. К сожалению, не сами агенты, не комиссионеры. Пока вот такое ограничение есть, но как-то вот у нас было выступление Федеральной налоговой службы, обещали, что, ну, собирались носить поправки в этот закон, но пока вот таких поправок нет. Но думаю, что есть желающие, которые хотят работать, применять АУЛСН, да, но они работают через маркетплейсы. В основном, когда работают через маркетплейсы, это агентские договора, да, я думаю, что, ну, вот, учитывают пожелания налогоплательщиков и, может, несут изменения и будет возможность применять этот режим. Но пока вот такого нет, но мы вам, если что, сообщим обязательно. Пока нет. Ахмедов Айдар. При АУСН страховые взносы будут перечисляться из бюджета. Это какая-то фиксированная сумма будет или зависит, ну, эта сумма будет у каждого от оклада? Это первый вопрос. И второй. Имеет ли значение, как устроены сотрудники на полный день или на полставки? Смотрите, вот, страховые взносы, да, плательщики автоматизированной упрощенной системы налогообложения не платят. Просто вот эти вот расходы фондов, они будут финансироваться из федерального бюджета. То есть из той части налога, которая уходит в федеральный бюджет. И, соответственно, вот, расчет пенсионных накоплений, да, вообще расчет выплаты там больничных, он, конечно же, будет зависеть от того, какая заработная плата у работника. Если вот второй уже вопрос, да, устроен работ сотрудник на полный день или на полставки, то есть от этого тоже зависит. То есть, как бы, вот этот вот порядок расчета непосредственно в фондах, он остается тем же самым. Просто вы не платите страховые взносы со своих работников. Вот это вот все финансирование берет на себя федеральный бюджет. Отлично. То есть мы, как работники, защищены, да? Мы будем полностью получать вот эти вот страховые, потом пенсионные свои накопления и так далее в полном объеме. Да, поэтому, ну, тут ответ, да, в полном объеме будет все. Дальше посмотрим. Туарт Гельфанов. Каков механизм перечисления МДФЛ на АУСН исчисляет и перечисляет банк? Или все-таки необходимо самостоятельно создавать отдельный платеж в бюджет на оплату МДФЛ, который исчисляет банк? Ну, вот только что подробно, да, вы рассказывали. Может быть, повторим? Ну, да, вот там, да, в ходе доклада я уже озвучивала, вы можете уполномочить как банк, так и можете сами перечислять МДФЛ. Но единственное, вот для того, чтобы сохранили социальные гарантии у работников, всю информацию вы должны будете, если не уполномочить банк на это дело, да, должны будете сами направить в Федеральную налоговую службу всю информацию по вашим работникам. А так, на ваш выбор, как вам удобно. Так, как удобно. Дальше смотрим. Юриков Михаил. Что происходит на АУСН при получении грантового финансирования от организации, уполномоченной предоставлять гранты, не облагаемые на других системах налогообложения? Вот это вот гранты, да? Очень многие предприниматели используют и организации. Ну, здесь необходимо сказать, что у нас с вами, как я сказала, кассовый метод, да, доходы учитываются по мере поступления денежных средств. Или на расчетный счет, или в кассу организация, да, и там эквайринг у вас что там. То есть, как бы вот по оплате. Когда гранты? Доходы учитываются так же, как и по налогу на прибыль, как и по УСН. То есть у нас, когда мы с вами открываем главу по упрощенной системе налогообложения, он у нас направляет на главу по налогу на прибыль. То есть, грантовое финансирование, он у нас перечислен в 251 статье налогового кодекса, а 251 статья налогового кодекса это то, что не включается в доходы при исчислении налога. В том числе и по автоматизированной упрощенной системе налогообложения. То есть, при определении объекта налогообложения учитываются доходы, которые определяются в порядке установленной статьей 248. А все, что не учитывается, перечислено в 251 статье налогового кодекса, да. И вот если эти гранты, которые вы получили, вы просто тут не развернули, да, что это за гранты, если эти гранты у вас есть в статье 251 налогового кодекса, тогда они не будут включаться в облагаемую базу. То есть, мы читаем 251 статью. Если этот грант в эту статью включен... Да, там, знаете, вот пункт первый под пункт 14. Это бюджетное финансирование, и там же дальше вот в конце статьи буквально вот прям перечислены все гранты, которые не подлежат налогового кодекса. В общем, смотрим. Я написала, Михаил, вот эту вот статью, чтобы она у нас сохранилась в ответах. Могли все посмотреть, как правило. Так, давайте дальше. Толкачева, Дмитрий. Можно еще раз продемонстрировать слайд с кодами пониженной ставки УСН. У нас был такой слайд? Нет, у нас такой слайда не было. А, с кодами. Это было в прошлом, в прошлый раз. На прошлом вебинаре, да. Там были коды у нас. Так, а мы эти коды не скачивали себе? Мы когда проводили этот вебинар? Не помню, вот сейчас вы когда сами выступали, там же у нас открывался. Да, да, вот этот первый слайд у нас открылся. В материалах его нет. Я хотела попросить в материалах посмотреть. У нас вот здесь вот материалы есть. Ну, мы посмотрим. И материалы здесь не вложены, вот как бы не вложили материалы. Ну, это вы по УСН спрашиваете по этому. Да, это значит, у нас была тема, коллеги, которую мы открывали с вами в августе, да, или в сентябре. Когда вы у нас были? Нет, я была и в сентябре, но там этого не было, наверное, раньше еще. И вот там были слайды. Давайте, Дмитрий, я найду предыдущий вебинар и скину вам эту ссылку на вебинар. И вы посмотрите его, там есть все демонстрационные материалы. Сделаем. Так, дальше смотрим. Дуан Кельфанов. Просредне списочную численность еще раз. Ага. Физлица по договорам ГПХ учитываются как штат пять человек? Да, вот смотрите, пять человек, да, рассчитывается как средняя численность работников. То есть среднюю численность работников вы считаете за месяц, то есть за налоговый период. То есть у вас же люди могут там проработать в месяце один-два дня, да, то есть там или... То есть вот именно по приказу Росстата считается средняя численность. Давайте я назову приказ Росстата от 24 ноября 2021 года. Это, знаете, вот приказ об утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения. То есть тут есть именно заполнение данных о численности работников на численной заработной плате, отработанном времени и выплаты социального коррекции, это фонд 2.4.1. Вот смотрите, среднюю численность работников включается, средняя списочная численность работников, то есть она как бы рассчитывается, исходя из того, сколько времени у вас работники работают, да. Потом средняя численность внешних совместителей, то есть там отдельно... Я прошу прощения, Татья, сейчас я закончу. Ох, наверное, кто-то мне тут пытался позвонить. Дальше продолжаем. Да, в общем, еще раз повторяю, да, средняя численность работников включается, средняя списочная численность работников, средняя численность внешних совместителей и средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданского правового характера. Вот оно, как раз ДПХ. Да. То есть тогда мы отвечаем, что вообще да. Ну, да, да. То есть это документ статистики, то есть именно как бы закон направляет по данным Росстата рассчитывать, да, вот среднюю численность работников. Как я уже сказала, вот женщины, просто у нас в предыдущие вебинары тоже задавали такой вопрос, а вот те, кто там, ну, женщины, которые находятся в отпусках по беременности, по родам, да, там по уходу за ребенком, вот как с ними быть, да, вот они, в принципе, численность работников не включаются. То есть, ну, вы их просто с момента, когда они уходят, именно вот в отпуск, вы их просто исключаете. Но вместо них могут быть другие работники, да, другие приходят. В общем, вот так вот. Мы вам приказ Росстата написали, да, вот ознакомьтесь, пожалуйста, он документ такой немаленький, на девяти страницах. Ну, мы написали пункт 2.4.1. Слушайте, а тут вот Галейев Асхат почему-то дополняет этот вопрос об соединении ПФР и ПСС. Нужно ли новую общую декларацию сдавать в 2023 году? Вот интересно, а Асхат что вы тут появились? А, с объединением фондов, имейте в виду, новую декларацию нужно будет давать, нет, общую декларацию, какую декларацию конкретно вы спрашиваете, да, непонятно, что я же вам говорила, уже перечислила, какие отчеты не сдаются, да, в пенсионный фонд. Не нужно представлять формы СЗВ-М. Минутку, это мы говорим, если вы уже на АУСН. Конечно. Да, Асхат, это если вы уже на АУСН, то тогда что не нужно? Да, да, да. Может быть вы вообще сейчас имеете на АУСН, если работаете и думаете об этом? Да, 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 это мы говорим о том, что вот при переходе на АУСН многие формы отчетности отменяются, в том числе не только в налоговый орган, в налоговый орган вообще все отменяется, да, а отменяется еще и представление отчетов и в фонде тоже, в пенсионный фонд и в фонд социального страхования. Вот фонд социального страхования формы 4 ФСС, тоже там потом заявление о подтверждении и справка подтверждения основного вида экономической деятельности не нужно сдавать, заявление о регистрации в качестве страхователя юридического лица также не нужно сдавать, потому что вся информация у них будет поступать от Федеральной налоговой службы. То есть вот по тем данным, которые вы передаете в банк или сами Федеральную налоговую службу, кто у вас работает, прям там фамилия, имя, отчество, да, какие они доходы получают, все это будет передаваться Федеральной налоговой службе в фонды, то есть вся информация у них будет по всем вашим работникам. Отлично. Так, здесь я отправляю ответ, чтобы он у нас сохранился. Да, это еще раз по тем, кто перешел на автоматизированную, упрощенную систему налогообложения. Да, да, вот это важно уточнить. Так, слайд, иду дальше. Светлана Короскина, презентацию возможно получить на почту? Возможно, Светлана, какой имеете в виду слайдов, презентацию или запись вебинара? Запись вебинара, она сохранится в карточке вебинара, она у вас будет всегда доступна. Очень легко это смотреть. Коллеги, вот когда вы вообще смотрите наши вебинары, давайте я к этому сойду, покажу вам. Значит, вот у вас вот здесь вот, или в новостях сохраняется, вот я сейчас зашла в страничку, здесь вот новости и тут будет вебинар. Вообще очень удобно смотреть, вот здесь вот у вас есть календарь, вот так вот календарь, здесь вот есть встреча. И во встречах вы смотрите все вебинары, вот у вас будут. Вот предыдущий вебинар вы спрашивали, мне подсказывают, что вроде было 12 сентября, да, вот он, вот он наш вебинар. И вот здесь вот на этом вебинаре тоже спрашивали слайд, да, показать, как он выглядел. Можно вот эту вот запись, допустим, скопировать, да, и сейчас я зайду в наш уже вебинар, который сейчас идет. И вот здесь вот, где я тут вопросы-то обсуждала, сейчас я включу, чуть-чуть, у нас в секунду здесь быстрее. Так, и вот здесь вот можно еще раз слайд с пониженной ставкой, я сейчас сюда вставлю, и отправлю запись вебинара. Дмитрий Кулкачев как-то спрашивал. Вот она сейчас тут сохранилась, и вот здесь вот мы эти слайды демонстрируем, можно открыть и посмотреть. Так, ведь это же было 12 сентября. Я думаю, что вот там, где входы, наверное, еще раньше. А, почему? А специальные налоговые... Нет, мы там хотели об этом, по-моему, новое что-то. Да, вот в июне еще был вебинар. В июне еще был вебинар? Да. Боже, не понимаю. Так, ну давайте проскочим. Так, июнь. Июнь, август, июль. Июнь. Июнь, да, июнь. Наверное, числа 10-го, что ли. 10-го. Так. 14-го. Не, коллеги, я не вижу вас. Это июль. А, смотрите, да, да, да. Это вы смотрите пока. Так, вот это не то, нет. Вот это не то. А вот, вот. Актуальные вопросы налогозаконодательства. Особенности применения специальных режимов. Вот это вот мы, да, смотрели. И вот здесь вот это и было, да, и про слайды. И, ну, давайте здесь. Слушайте, а вот этот вебинар в запись, вот она. Вот они эти слайды. Вот этот слайд вам был нужен, да? Вот этот слайд. Ну, давайте откроем. Вот эти коды, да, коллеги? Да, да, да. Так, значит, я сейчас, знаете, что сделаю? Я возьму сейчас поделиться, а как поделиться? Ну, как поделиться в избранное только в соцсетях? Скопирую ссылку. Таким образом сделаю, скопирую ссылку, потом перейду вот сюда и еще раз Дмитрию эту ссылку, ну-ка, да, посмотрим сейчас, что вам идет. Так, вот, да, она открывается. И вот у вас прямо ссылка вот так вот откроется. У вас будут здесь слайды и здесь будут коды. Дмитрий, пока мы показывали, как посмотреть все там вебинары и вообще, как это смотреть, мы взяли и вам тут накидали всяких ссылок заодно, да? Все это, кстати, в карточке вебинара, коллеги, сохраняется. Можно потом заходить в каждый вопрос и там смотреть ответы. Так, дальше смотрим. А, ну, говорили, послать. Это вот как раз, да, то, что мы отвечали. Так, дальше. Камалова Бузель. У ИП есть УСН от аренды имущества и патент на автомойку. Подходит ли УСН? Вот мы говорили о том, что УСН, можно ли совмещать две системы налогообложения? Тут, если они только уйдут с патентной системы налогообложения, на УСН смогут перейти, если у вас численность работников будет не более пяти человек. Вы с нового года, просто тут уже однозначно ИП же уже существует, да, и он зарегистрированный, он уже применяет патентную систему, поэтому с 1 января 2023 года, если вам АУСН как бы интересен, можете перейти и подать уведомления. Ну, тогда патента уже не будет. Патента уже не будет. Патента не будет. То есть, подходит ли АУСН? Вот если есть два вот этих, вот мы должны сейчас ответить, вот по идее нет написать. Нет, да? Он, в принципе, подходит. Ну, просто параллельно... Можно одну тогда АУСН выбрать, да? Да. Вот так напишу, да? Патента не будет, ну, чтобы вот вы понимали. Патента уже все, не будет. Вот так ответила. Надеюсь, это понятно будет. А есть, да? Дальше. А вот мне еще подсказывают, знаете, что внутри личного кабинета индивидуального предпринимателя есть калькулятор, да, то есть, как бы, какой режим вам более выгоден будет. АУСН? А мы это смотрели, да, на налог.ру. Мы с вами же тогда смотрели? Он внутри личного кабинета. А, он внутри личного кабинета. То есть, сейчас, если я на налог.ру зайду и буду показывать, мы не покажем, да? Нет, это мы не сможем с вами. Мы потому что не можем открывать личный кабинет. Мы не можем в личный кабинет попасть. Нужно в чей-то личный кабинет. Вот это вот, кстати, не очень удобно. Никакого тестового нет сейчас на налог.ру? Нет. На демо-версии. Нет, да, на демо-версии. Плохо. Давайте дальше... Мы в работе. Так, Дельфанов Кадуар. Что делать, если уже два банка отказываются платить НДФЛ и утверждают, что они не обязаны это делать, а только исчисляют? Как у полномочий? Вот такого не должно быть вообще, в принципе. Все, что законом предусмотрено, банки должны, обязаны просто-напросто, они подписывая соглашение с Федеральной налоговой службой, ну, как бы, обязаны уже выполнять те функции, которые предусмотрены законом. Ну, давайте вы тогда разберетесь с этим. Да, конкретно вы мне просто скажете с ВНН, какие это банки. Должны быть уполномоченные однозначно. Да, я пишу ваш телефон. Да, уже направив... Я не помню его. А, 235-430. Да, я прошу прощения, я не помню телефон наизусть. Не, знаете, вот все, что прописано в законе, банки должны делать бесплатно. Если какие-то только там у них дополнительные функции, они вам, например, еще там будут считать заработную плату, да, предположим, они сами там за вас, ну, еще какие-то функции, то это может быть, да, за дополнительную плату. А то, что вот прописано в законе, сообщать вам о доходах, расходах, как бы, да, с разделением там на облагаемое, необлагаемое, перечислять НДФЛ, получать от вас информацию. То есть все должно быть бесплатно, однозначно, и не могут они отказаться. Я не знаю, что это за банк. Это ссылается на ФЗ-17, вот Эдуард нам прям в прямом эфире пишет, да, ссылается на ФЗ-17, где написано, что они исчисляют только. Ну, вы, может быть, запишите тоже себе вот этот ФЗ-17? Нет, у меня же закон-то есть. Да, у меня приблажает. Что это за закон? Что они только исчисляют? Да, что только исчисляют. А, отказываются платить, вы, в смысле, перечислять? Перечислять, перечислять. Ну, давайте я уточню, что там конкретно, именно какую операцию они вам отказываются делать. То есть как бы мы из того, что они видим личный кабинет, да, я не могу вам сказать, что они там не делают, да. С вами созвоните, вы мне позвоните, мы прям конкретно переговорим с вами. Отлично, то есть вопрос будет решен. Так, Эдуард, спасибо за вопрос хороший. Так, Кочнева Елена. При АУСН можно выплачивать дивиденды? Мне кажется, был уже этот вопрос на предыдущих, да, мы его прям помним. И мы отвечали, что да, можно. Мы прям так, мы прям разбирали этот вопрос. Да, коллеги, у нас был предыдущий вебинар, куда я ссылки там отправляла вам. Можно, мы это прям разбирали, даже я писала там какие-то статьи, указывала на основании чего можно. Так, итак, коллеги, мы здесь все ответили, вот все, что есть уже, по-моему, я ничего не пропустила. Да, ой, пропустила, извините, Ильгиз Рахматуллин пишет. Будет ли обладаться налогом займ, полученный от учредителя? Тоже разбирали. Не будет. Не будет, да. Мы тоже отвечали. Не будет, потому что там вы вносите как учредитель. Уже вот третий вебинар я смотрю вместе с ФНС, я уже начинаю отвечать на вопрос. А вот там еще вопрос, видите, пусть вы, здравствуйте, где-то, где-то, где-то. Вот сразу не будет сейчас ответить, каким образом при АУСРОН будут начисляться страховые... Это мы уже отвечали на него. Каким, если работодатель... Нет, мы не отвечали. А УСРОН, значит, каким образом при АУСРОН будут начисляться страховые взносы? Если работодатель будет освобожден от уплаты СВ, то откуда они будут браться? Ну вот я же уже все объяснила, в принципе, да, в ходе доклада о том, что финансирование будет из федерального бюджета. То есть налогоплательщик АУСРОН, да, не платит страховые взносы, а возьмутся они, ну, то есть, как бы вы имеете в виду, скорее всего, откуда они будут финансироваться, да, откуда они возьмутся, это имеете в виду, с чего вдруг как будут выплачиваться больничные, да? Вот эти вот страховые взносы, да, вот все наши пенсионные, все страховые. И мы поняли, что мы, как работники, если наше предприятие приходит на УСРОН, мы будем защищены. И это очень важно для нас с вами, потому что мы же еще и физлицами, представители организации. Так, вот мы ответили. Вот там, смотрите, вот есть ли компания уже. Да. А вот смотрите, вот выше, выше. А вот что такое за странный вопрос? Можно не переходить на УСРОН? Ну, то есть, как бы, будет заставлять, наверное, да, как бы, можно не переходить. Давайте, наверное, переход на УСРОН добровольный. Да, это все добровольно у нас. У нас тут ничего нет. Вот выше, вот выше, вот сейчас ответили, вот прям, вот, следующий вопрос. Вот это, да? Так, Альфиян Суфиулина. Если компания сейчас на ОСРОН, может ли она перейти на УСРОН? И как будет оплачиваться НДС? НДС. Смотрите, вы что имеете в виду НДС, да? Если компания сейчас на УСРОН, можно ли перейти на УСРОН? Можно, как бы, да? Если вы на общей системе налогообложения, если, как бы, вам нравится этот режим, если вы подходите по параметрам, то можете перейти на автоматизированную, упрощенную систему налогообложения. И как будет оплачиваться НДС? НДС платить вы уже не будете однозначно. Расходы, вот то, что вы платите поставщикам товаров, работ, услуг, это все будет уже у вас в расходах учитываться, да? Так как у вас у самих НДС не будет, потому что платильщики на УСРОН, они не платят налогодобавленную стоимость. А по переходным положениям есть прям специальная статья, просто я не знаю, в чем у вас вопрос, да, как будет оплачиваться. Может быть, они не подходят вообще на, не просто на УСРОН? На УСРОН? А вот почему-то компания сейчас на УСРОН, но не просто так же она на УСРОН? Нет, ну они не знаю, они, наверное, из-за того, что, может быть, им надо работать с НДС. А, или вы имеете в виду, если, например, будете выставлять счета фактуры с налогом на добавленную стоимость, может быть, вот в этом у нас же есть норма, которая говорит о том, что если налогоплательщики УСН, например, да, выставляют счета фактуры, ну, которые применяют специальный налоговый режим, у нас 173 статья в налоговом кодексе, если те, кто не признаются платежщиками НДС, выставляют счета фактуры с налогом на добавленную стоимость, то они обязаны заплатить сумму налогом на добавленную стоимость бюджета и сдать налоговую декларацию по НДС. Я думаю, что, перейдя на АУСН, вы также, если будете, например, там кому-то выставлять счета фактуры с НДС, то этот НДС нужно будет обязательно заплатить в бюджет и сдать налоговую декларацию по НДС. И причем сумма входного налога в этом случае не принимается к вычету, то есть то, что вам выставили товар, работа, услуги с НДС, в этом случае НДС не принимается к вычету. Вся сумма, которую у вас счете фактуре, должна быть уплачена в бюджет. То есть вот если только вот этот вопрос. Если мы правильно поняли, вот я просто хочу сказать. А так вообще есть как бы переходное положение в законе. Сейчас я посмотрю тут. Вот, статья 16, да, вот. А статья 16 это от какого закона? 18 ФЗ, как раз о проведении эксперимента. По установлению, да, АУСН. И вот эта статья, она идет о переходном? Да, это вообще как бы особенности исчисления налоговой базы при переходе на специальный налоговый режим АУСН с иных режимов и переходе наоборот. АУСН на иные режимы. То есть переходное положение с НДС, например, с аванковых потяжей. То есть можно еще ее посмотреть, да, эту статью более подробно. Не знаем, как помочь, потому что разъяснение сейчас вы не пишете в прямом эфире. И мы тут вот как смогли... Ну, можете позвонить, если дополнительные вопросы у вас остались. А вот 235-14-30. 235-14-30. Вот телефон здесь остается. Можно звонить, задавать вопросы. Так, еще появились вопросы. Он прям на последний. Да. Значит, Гузель Камалова. Может ли аптека перейти на АУСН, если у нее налогооблагаемая база общая? Ну, может, запреты нет. В принципе, для аптек я не вижу, какого цвета. Пожалуйста, переходите. Пишем, может? Да. Так, дальше смотрим. Галиев. Если нет филиалов и обособленных подразделений. Опять, да? Опять нюансы. Ну, это аптеки, да, я уж не знаю, кто там. Опять у нас нюансы. Галия Фаскад. Мы еще не перешли на АУСН. Планируют сделать, ну, 1 января, получается, да? В 23-м году соединение ПФР и ПСС и будет единая форма сведения фонд. Те, кто перешел на АУСН, будут сдавать ее. То есть, по идее, за 22-й год им нужно будет сдать единую форму сведения. А, ну, наверное, за 22-й год. За 22-й год нужно будет всем сдавать, в любом случае. Нет, но те, кто не перешли на АУСН, то да. Если, например, вновь зарегистрировались в этом году, предположим, да, они сейчас уже ничего, ну, не сдают. Вот те формы, которые я называла, они не сдают. Не пенсионные. Но в этом случае, в случае Галиева АСХА, да? Если вы сейчас, да, пока еще применяете, там, как бы вы же на общей системе или на какой-то другой системе, не на УСН, да? За 22-й год нужно будет сдать, да? Я, к сожалению, там, сроку сдачи не знаю, какой срок и как она сдается в фонде, да, отчетность. Ну, если по срокам вам нужно сдать, там, за 22-й год, то нужно. А как уже становится сплотейщиком АУСН, тогда у меня с нового года уже не будет. А за 2023-го года, с 01-го, да, уже нет, да? Ну, вот все, что относится с этого, как бы, периода, да, все, что относится с этого, как бы, с 23-го. Я же не знаю, вот, может, у них срок сдачи за 22-й год, там, где-то там, в марте месяце, да? Может быть, да, я вот этого не знаю. И за 22-й год надо все равно смотреть срок, то есть какой срок сдачи. Вы же еще в 22-м не применяли АУСН. Совершенно согласна. Так, Лобачок Максим. Мы перешли уже на АУСН, но работаем с маркетплейсом. Что теперь делать? Хороший вопрос. Люди подали заявление, видимо, вышли, а у них и сейчас пошла работа с маркетплейсом, а мы только что разбирали, что маркетплейс не подходит. Что будет теперь у этого налогоплательства? Он теряет право применять с самого начала. Да, а если теряет право, работали с маркетплейсом. А с какого числа вы можете написать, вы уже перешли? Максим, если вы нас слышите, напишите прямо сейчас, вот здесь, вот, в ленте, с какого числа? Как сообщение, вот здесь вот можно написать. Или прямо вот сюда заходите, и вот здесь вот еще сообщение, прям пишите его, мы увидим. Потому что мне кажется, что будет следующее. Если перешли прямо сейчас, начали работать с маркетплейсом, то, по идее, потеряли, да, сразу вот эту возможность перехода. И тогда автоматом, он на какой системе оказывается? На общей. Максим, слышите? На общей системе. У нас уже был такой прецедент с клиентом, когда он, ну, как бы, подал заявление, а потом выяснил, что не подходит, и автоматом стал он. Посмотрите, если, например, он потерял право, предположим, не с самого начала, но еще есть время, да, вот, например, сейчас как у нас здесь сидит? Сейчас октябрь. Октябрь. Ну, вот в сентябре, да. Вот видите, регистрация с 12 сентября. А, уже 15-е число прошло, да? Смотрите, регистрация 12-я, сегодня у нас уже прошел месяц. Но он должен подать в течение... Там, знаете, вот, если, например, с самого начала уже начал работать, то есть у него доходы были прямо с 12 сентября, получается терять прямо с сентября месяца, да? Необходимо было вот ему подать уведомление не позднее 15 октября. Сегодня у нас какое число? Сегодня 18-е. 18-е. К сожалению, вы не успели, да? Вот те, кто подают... Ну, вот терять... А если он на маркетплейсе? Нам очень важно сейчас, когда он на маркетплейсе начал работать. Ну, да, да. А когда на маркетплейсе начали работать? Вот вы 12 сентября подали на АУСН, да? А на самом маркетплейсе, когда начали работать? Это очень важно, да? Ну, конечно. Да, если он, например, доходы начал получать там по договору комиссии с октября месяца, предположим, тогда он не позднее 15 ноября подает уведомление о том, что он теряет право и перейти, может, на любой режим УСН. То есть, Максим, вы еще успеете, доходов еще не было. А, вот, доходов нет. Что его сейчас делает? Нет, ну, пока ничего еще нет, если у него доходов не было. А они сейчас появятся, то что делать, как появятся? Ну, как появятся, если, например, как только появятся, с октября он не имеет права применять, получается. А УСН... Как появятся? Сразу пишем заявление, да, вы говорите? Уведомление там тоже. А, уведомление. Ну, там все через личный кабинет. Пишем из ДЛК. Уведомление. Уведомление о чем? О... О том, что теряет право применять. О том, что теряете. Сам пишет, да? Ну, да, там через личный кабинет. Право применения. Не позднее 15-го числа. А УСН... Не позднее 15-го числа текущего месяца или следующего месяца? Следующего. Следующего, да? Месяца. Которым возникло несоблюдение требований, да? Которым возникло несоблюдение требований. Да. Господи, пишу каким-то таким... И можно как бы тоже, но уведомление подать на УСН. Ну, это уже в налоговый орган подается уведомление. Да, получится, получится. Максим, мы пытаемся вам объяснить, что получится перейти и выбрать, да? И выбрать УСН, он может, да? Да, да, конечно. И выбрать УСН. А может ли сейчас Максим взять и выбрать УСН уже сейчас, даже еще не получив дохода? Он может это сделать? Сейчас нет. Сейчас нет. Только когда потеряет. Конечно. Если только... Я же говорила уже, да, если он применяет, а УСН перешел, он не имеет права до конца года переходить на иной режим, если только не будет выполнять условия применения закона. То есть, получается, вот у нас те, кто работает по договорам комиссии, они не имеют права, ну, как бы, применять УСН, да? То есть, как только начинают получать доходы уже от именно договора. Я не знаю, там договор может с момента заключения этого договора, что ли, там, получать договор по комиссии. Когда вот вы, тогда может быть все-таки закрученный договор. Давайте мы с вами отдельно поговорим по этому вопросу. Все, давайте, давайте. Вы мне позвоните, пожалуйста, я вас с вами прям, да, выяснили. 235, дальше. 1430. 1430. Перезвоните, я пишу. И вопрос юридический, правда, будет нам с вами все-таки, когда он, с какого момента именно не имеет права применять УСН? С момента заключения договора или с момента, когда он начинает получать доходы, да, вот именно по этому договору? Но самое важное, что пугаться не надо, потому что он еще доход не получил, видите, он пишет, да, доход не получил. И это значит, что он может, как только он слетает в УСН, тут же выбрать другой, да, чтобы не оказаться на основном, на общем. Максим, очень важно не оказаться вам сейчас на общей системе, иначе инвестор будет сплотить, отчитываться. Поэтому давайте вы созвонитесь и прямо очень четко для себя под запись решите, когда вы, как вот, последовательных действий, что вы делаете. Хороший вопрос, спасибо большое за него, я буду тоже знать, что можно этот вопрос решить, не надо отчаиваться. Так, ну, вроде бы все, да, коллеги, на все вопросики ваши поотвечали? Очень хороший вебинар, новые вопросы появились, да, интересные. Я сейчас отключаю демонстрацию экрана, так как я это делаю, вот так закрываю доступ. Хотим поблагодарить Хельмиру Таркильевну, она всегда отзывчива, всегда очень хорошо отвечает на все вопросы. И, коллеги, обращаю ваше внимание, познакомьтесь, у нас очень хорошо сейчас управление ФНС контактирует с налогоплательщиками, отвечает прямо по телефону, рассуждают с вами, выбирают для вас более удобный режим налогообложения. И, в общем-то, задача сейчас госоргана не наказать вас, а правильно помочь рассчитать налоги. Спасибо вам большое, коллеги. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Так, а мы должны завершить вебинар. Все.